Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет обзор нового пятого каталога компании Арифлейм. И я вам не просто расскажу, я покажу некоторые продукты, расскажу, на что обратить внимание, скажу, что не нужно врать точно 100%, то есть это будет честный обзор. И я могу себе это позволить, так как уже более 20 лет я являюсь активным потребителем продукции компании Арифлейм. И точно знаю ее от и до, поэтому смотрите внимательно, не пропускайте ничего, то есть не ставьте на перемотку, смотрите все подряд. Итак, поехали! Пятый каталог будет действовать с 1 апреля, кстати, с 1 апреля по 20 апреля. То есть всегда смотрите дату на первой страничке каталога. Каталог, конечно, очень красивый, такой уже весна-лето, просто очень много новинок. И с первой же страницы сразу приятная новинка в красивом цвете. Я очень люблю красивые флакончики. Это гель для душа и новая туалетная вода, цветочно-фруктово-древесные нотки. Аромат можно продегустировать, если у вас есть бумажный каталог. И называться будет эта коллекция Sankis Garden. В таком флакончике у нас уже было два аромата, но это что-то новое, отличается абсолютно от предыдущих. Это аромат будет райским садом. И, конечно, я обязательно возьму себе гель для душа. По поводу аромата, скорее всего, нет. Хотя цена очень соблазнительная и аромат мне понравился, когда я здесь потерла. Но у меня так много ароматов, что я стараюсь удержаться. Два новых аксессуара. Это женские очки и мужские. Кстати, мне очень понравились мужские очки. Я думаю, что не будет чего-то страшного, если я закажу себе такие очки, потому что мне не так нравится эта форма. Женские тоже интересны. Постараемся снять видео отдельно новинок, как только они будут нам предоставлены в бизнес-центре. Постараемся отдельными роликами все отснять, чтобы вы успели до начала каталога все посмотреть, как это будет выглядеть и решить, нужно вам это или нет. Так, далее у нас огромные скидки на ультракремовую помаду 5 в 1, всего 229 рублей. Очень много хороших отзывов о новой помаде. Кто-то скучает все по старой. Ребят, ну скучать нет смысла, потому что, ну что уже убрали, то убрали. Если вам какие-то оттенки действительно очень нравились из старой коллекции, ловите в распродажах. Скорее всего, они где-то будут появляться периодически. Здесь, конечно, великолепные оттенки, глаза разбегаются, какие врать. Так, далее у нас суперстойкая матовая помада. Кстати, вот эта помада мне нравится. Она в удобном футлярчике. И очень хорошая форма помада позволяет классно прокрасить губы без контурного карандаша. Также я вам покажу разглаживающий праймер для губ. Его используют обычно, ну и когда губы сухие, подматовые помады. Он, видите, он просто такой прозрачный, никакого цвета не дает. Просто выравнивает губы, как обычный праймер, который мы используем под тени. Праймер под тональную основу. Также есть вот праймер под помаду. Я им не часто пользуюсь, потому что у меня губы, кожа на губах очень хорошо увлажнена. И не требуется выравнивать ее или что-то. Но иногда зимой я прям им пользовалась. И хочу сказать, что хороший продукт, стоящий. Нужно иметь такой продукт у себя, как в косметичке. Так, две туши по хорошей цене, 219 рублей. Одна из них ультра удлиняющая. Кстати, я эту кисточку не оценила. Так, нам соседи помогают. Что-то отбивные, наверное, делают. Не обращайте внимания, я буду говорить погромче. Мне эта кисточка не очень подошла. Хотя она, ну, не могу сказать, что вообще отторжение. Нет. Ну, непривычно немножечко. А вот вторая тушь для ресничек, которая у нас идет с эффектом распахивающий взгляд. Вот она мне очень-очень-очень понравилась. У нее кисточка такая, которой нужно немножко приспособиться. Ну, как только вы к ней приспособились, то, то есть, ой, наоборот, туши перепутала. Это у нас ультра удлиняющая тушь, а вторая тушь распахивающий взгляд. Вот, мне вот эта кисточка очень нравится. Такой форма, как будто это сверло от дрели. Очень круто пушит реснички, расчесывает их, удлиняет, укладывает. Вот она мне очень нравится. Далее. У нас здесь идет маркер ультра-черный для того, чтобы делать стрелочки. Тоже вам его покажу. У нас есть также вот такие маркеры. Линеры я их называю, лайнеры, кто как называет. То есть, тонкие. И вот есть вот такой толстый. Специально взяла вам показать разницу. Смотрите, насколько толстый стержень. Или грифель, как мы его назовем. Он, конечно, не точится. Надеюсь, вот видно хорошо. Он очень толстый. И я хочу сказать, что если сравнивать по сроку, сколько мы можем пользоваться, то тонкий намного быстрее заканчивается, чем толстенький. Толстенького хватает очень надолго. Но тонким очень легко можно накрасить стрелочку. Вот он, наверное, кончился. А толстеньким, честно говоря, мне было неудобно. Он толстый, подлазит под реснички. Мне как-то было им неловко. И вот ему, наверное, уже года два, посмотрите, он до сих пор не кончился. То есть, я его уже убрала. Я его уже не использую. Я только показываю вам, чтобы в видеообзорах вы для себя, да, точно увидели, какой он размер, а как он выглядит. Но если сравнивать, я, конечно, всегда выбираю с тонким вот этим грифелем, потому что он намного удобнее для стрелочек. Но зато быстрее заканчивается. Очень рекомендую стойкие тени. У меня из старой коллекции есть такой цвет, тоже какой-то хаки, такой приглушенный зеленый. Я его обожаю. Очень хорошо тени подойдут тем, у кого веки жирные. То есть, это такие стойкие тени. И они хорошо помогут сохранить макияж более таким аккуратным в течение дня. Карандаш-маркер для бровей. Точно такой же формы, как я вот сейчас показывала карандаш. Ой, это у меня зеленый попался. Я все взяла с собой, чтобы все показывать. То есть, очень многие его хвалят. Я лично не оценила, но у меня бывает такое, что некоторые продукты у меня с первого раза не заходят. Но я вот второго шанса ему не дала, потому что я очень люблю нашу палеточку для бровей. И я ее просто обожаю. Так, что на этой страничке у нас? Корректор. У меня где-то он есть, но что-то не попался в руки. Я вам покажу другой корректор. Консилер. Я вам покажу стойкий консилер, который мне действительно нравится. Он очень даже прям хорош. Очень хорош. Вот такой вот. Смотрите, я взяла самый светлый оттенок, потому что в основном, когда летом подзагоришь, уже такой коррекции не требуется. Личико становится более ровное. А зимой, конечно, вылазят всякие синячки, темные круги там под глазами. Вот, смотрите, он хорошо очень маскирует. Как бы вам его показать поближе еще. Вот тут, например, венка. Вот тут венка. Вот я ее прокладываю. И аккуратненько, вбивающими движениями мы ее втушевываем. Вот была венка и нет венки. Просто многие спрашивают по плотности, насколько хороший консилер. Вот, я вам показываю, что он венку практически перекрыл. То есть, и в то же время он очень легкий. То есть, он не дает такой вот, как сказать, плотности сильной, избыточной, что даже скапливаются некоторые корректоры, скапливаются в наших мимических морщинках и подчеркивают, как бы, я не знаю, их глубину. Этот же очень легенький, очень мягкий. И в этом плане мне он, конечно, нравится. Далее у нас бомбическая новинка. Это палеточка для контурирования лица. В эту палетку входит румяна, хайлайтер и бронзер. Наконец-то компания услышала наши с вами молитвы. У нас появляется бронзер один. И дальше будет еще один сюрприз. Честно, очень хочу взять. Скорее всего, возьму, потому что считаю, что такая палетка удобная. Потому что, если, например, куда-то едем или уходим, и нужно подправить макияж, то нужно с собой отдельно внести банку румян. А у меня румяна вон какие. Хайлайтер отдельно, бронзер отдельно. А это все вместе. Так классно. Вот это мне очень нравится. Прям спасибо компании. Далее. Праймер для визуального уменьшения пор. Конечно, он у меня есть. Вот он, праймер. Сразу покажу, какой у него цвет. Так, аккуратненько. Ой, много выдавилось. Ай-яй-яй. Ну ладно. Где-то у меня салфетка. Так, мы салфетку убираем. Видите, я подготовлено. Так, внимание. Всего 20 мл, но хватает очень надолго. Вот, наносим праймер. Его задача сделать так, чтобы поры стали меньше. Макияж держался крепче, да, дольше. И он дает такую легкую матовость, придает и выравнивает рельеф кожи. То есть на него тон ложится еще лучше, чем просто без него. Поэтому я вот праймер люблю. И сразу же, вот такой я никогда не брала. Это база под макияж, она подсвечивающая. Но я почему-то никогда ее не пробовала. Не знаю, с чем это связано. Но так вышло. И я вам сразу покажу ухаживающее тональное средство. АЗ Крем. Это наша новинка, по-моему, вышла два каталога назад. И вот как бывает иногда, что какие-то продукты с первого раза не понимаешь. Не зашло, да, я так называю. Вот именно этот крем, он с первого раза, я его недопоняла. Но чем больше я им пользуюсь, он у меня практически закончится. Тем больше он мне нравится. Вот он реально делает лицо моложе. Лицо выглядит таким свежим. Оно еще и с подсветкой и выравнивает. И тон классный. Я взяла самый светлый оттенок, вот цирковой. Самый светлый. Вот я немножечко наношу. Какая с ним сияющая кожа. Я обалдею. И, конечно, я его закажу себе еще и на лето потемнее. Скорее всего, естественный возьму оттенок. Потому что я сильно не буду загорать летом. Берегу кожу. Сильно ее не жгу. Ну, чуть-чуть загар все равно ложится. Даже когда мы просто ходим, отдыхаем на улице. Все равно загар будет приклеиваться. Поэтому нужен оттенок чуть потемнее. Поэтому я хочу сказать, кто не пробовал, возьмите, попробуйте. И удобная форма. Представляете, здесь 30 мл, а он выглядит настолько маленьким, вот если даже сравнить с другим тюбиком. Или с нашими бутыльками. Легенький, тоненький, такой стильный тюбик. Мне он очень-очень нравится. Поэтому рекомендую. Кстати, вот хочу такой спонж еще. Я все время кистями пользуюсь. Что-то мне переключило. Хочу спонжик попробовать. Так, что здесь. Конечно, я вот люблю кисти для нанесения тона. И здесь у нас два тона. Один из них стойкий. У меня такого нет. Но зато у меня есть мой любимый Аквабуст. Вот я его прям обожаю. И у меня, кстати, их так много. Может мне не заказывать, а за крем. Надо использовать. Я просто их взяла на мастер-классы. Но у них расход такой маленький, что мы просто физически не успеваем их израсходовать. Но чем мне нравится, мне кажется, это просто потрясающий тон. У него такие цвета. То есть никаких красных подтонов нет. Так, мы сейчас пробуем с вами. Оттенок Light Ivory. 58 на конце. То есть это у нас слоновая кость. Извините, задела камеру. Слоновая кость. Ну, конечно, он сейчас для моей кожи очень темный. Потому что кожа за зиму совсем осветлилась. Весь загар смылся, отскрабился, отшелушивался всяческими методами. Вот. Но тон мне нравится этот. Очень хороший. То есть вот прям, если выбирать, например, вы не рассматриваете, если серию Giordani, то вы выбираете между этим и вот этим. Ну, это моя рекомендация, потому что я их просто обожаю. Также у меня есть матирующая тональная основа. 88 тон. Это светлый беж. Тоже посмотрим его. SPF 20. Кстати, про SPF не говорю. На них на всех 20. А АЗ Крем у него 30 SPF. Тоже преимущество, кстати, летом. Не люблю вот эти тюмики, потому что так все вытекает. И потом, ну, вот единственный вариант, это брать салфетку, вот так вот все вытирать, то есть выкидывать и все. Поэтому, конечно, я люблю больше с дозаторами. Но что хочу сказать... Ой, что-то я его не достала. Немножечко покажу. Это вот у кого жирная кожа, конечно, всегда смотрите, какие-нибудь стойкие тональные основы, чтобы они держались в течение дня. Вот тут нанесу. Все, у меня вся рука в томе. Как радуга. Ну, это совсем темный. Видите? Вот. Но зато он хорошо держит макияж. Надо все использовать, а потом брать новое. Я поняла, что я как хомяк все набрала. И забываю, что у меня есть. А оказывается, у меня все есть. И надо использовать. Так, дальше. Вау! Вот, вот, вот. Кремовая румяна. Слушайте, как это круто. Нравятся мне оба оттенка. Они такие необыкновенные. Розовое золото и бронзовое сияние. Что мы можем сделать? Подчеркнем скулы. Нанесем на веки, на губы, на ключицы. Да, то есть все места, которые мы хотим. Вот, чтобы они засияли. Привлечь внимание. Сделать их более эффектными. И мне очень нравится этот загорелый тон. Летом просто это будет необыкновенное чудо. Итак, что еще? Если, ну, для кого подойдет? Если ты любишь многофункциональные средства, которые можно использовать и так, и так, и так. Удобный формат, который легко наносится и растушевывается пальчиками. И если вы любите кремовые текстуры с теплым сиянием. И если вы не любите, когда косметика сушит кожу. То есть вот это все вам подойдет с увлажняющим маслом ши. И подходит, кстати, для сухой кожи. Смотрите, как здорово. Так, по поводу антивозрастной основы под макияж. Я не пользуюсь. У меня просто настолько много средств. Я очень люблю праймер. Но я видела эффект, когда пользуются этим средством. У меня заказывают некоторые клиенты. Это такая красивая кожа. Она как будто подсвечивается изнутри. Его наносят, ну, как сказать, да. Это база. Это база, да. Мы можем нанести на кожу и увидеть, как она сияет. Какая кожа стала красивая такая. Прям вау. А сверху наносим тональную основу. Так, далее. Ароматы. Про ароматы много говорить не буду. Если есть бумажный каталог, дегустируйте. Но в любом случае рекомендую заказывайте заранее тестеры. Кстати, вот этот аромат. Love Potion Secret. Secret. Он самый любимый у нас с дочкой. Особенно у дочки. Она просто его обожает. На него огромная скидка. Просто супер. У меня есть Destiny. Но он мне не подходит. У меня есть аромат Luminescence. Очень нравится. Прям прикольный ароматик. Кстати, я его дала подружке. Никак не заберу. Но отдала попробовать. А у меня есть вот такой спрей VIP. VIP Club Bali. Вот он. Здесь как раз. Я люблю такие спреи. Он так приятно пахнет. Такой свежий, бодрый, фруктовый, цветочный аромат. С такими восточными нотками. И мне нравится, что здесь есть клубничка в составе. И кокосовая водичка. И ванилька. То есть он такой прям вкусненький, сладенький, девичий. Летом прям то, что нужно. После душа на кожу просто распыляю. И кожа очень вкусно пахнет. Так, есть у меня еще вот такой аромат. Хочу вам показать. Он все-таки у меня занимает лидирующие позиции в любимчиках. И мне очень понравилось то, что вышел маленький формат. И я себе взяла 8 мл. Такой аромат. Потому что этот заканчивается. Новый флакон уже брать не хочется. Целый. Потому что он не на каждый день этот аромат. Действительно, он настолько вкусный. Настолько богато раскрывается. И его хочется носить с чем-то более таким вот респектабельным. Но не под джинсы. И как-то не спортивный стиль. То есть это однозначно что-то очень элегантное. В общем-то даже вечернее. Потрясающий аромат. Очень стойкий. И вкусненький. В любом случае будете пробовать. Прежде чем заказать. Тем более такой не дешевый аромат. Так, такой я не брала. А есть у меня еще аромат. On the edge. Люблю такие ароматы. В последнее время почему-то мне нравятся сладенькие. Такие вкусные. Дерзкие ароматы. И он действительно с дерзкими нотками. В состав входит апельсин. Черная фиалка. Он древесно-восточный аромат. Необычный. Кстати, такие дезодоранты не беру. Не знаю зачем они. Я не пользуюсь. Так, здесь маленькое такое. Малыш. Про мужики не буду даже говорить. Потому что это дело вкуса. Поэтому берите пробники. Пробуйте. И выбирайте, чтобы вам нравился аромат. И вам, и вашему партнеру, конечно же. Здесь у нас серия для мужчин. Обратите внимание, что есть у нас для лица два средства. И для тела. Для бритья. Спред дезодорант. То есть такие уходовые. И отдельно есть целый комплексный уход на вейдж. Я обожаю на вейдж. У нас у Миши есть такой комплекс. Кстати, долго пользуется он им. Не каждый день, конечно. Но я рада, что он пользуется. Потому что кожа стала заметно лучше. Три продукта. Один еще крем не взяла. Хочу просто показать, как красиво все сделано. Прям по-мужски. Четко. Четкие линии. Очень удобно. И для мужчин есть подсказки. То есть один квадратик. Это значит первый этап. Открою, мойся. Второй. Это нанеси средство на кожу вокруг глаз. Третий. Это сыворотка. Нанести на все лицо. И сверху уже крем. Вот такая вот красотища. Очень вкусно пахнет. Он с ароматом мужским. И мне понравилось. Я сама, естественно, тоже попробовала пару раз. И это так прикольно. Особенно гель. Я вам не показала. Он такой темный. Он с углем. Видите? У него прям серый. Серый темный. Такой цвет графита. И мне нравится, как он пахнет. И кожа такая гладенькая. Я снимаю. Тоже карандаш-подводка для глаз. Каллиграфия серии Giordani Gold. Тоже пробовала, брала. Но мне неудобно было таким вот пользоваться. У него как бы скошенный уголочек. Я так к нему и не приспособилась. Поэтому все время беру себе линеры или жидкую подводку. Так. Расскажу про базу. Под тушь. Это основа объемная. Вот такая у нее кисточка. У меня немножко испачкалась. Потому что когда я крашу подводкой, у меня подводка попадает на реснички. И потом вот этой базой я снимаю. Каждый раз забываю просто реснички сразу протереть. Ну ладно, ничего страшного. Что я заметила. Да, действительно, ресницы лучше прокрашивать с этой базой. И они становятся более объемные, более уверенные. Такие выразительные. Такие толстенькие реснички. Пользуюсь каждый день. Это говорит о том, что продукт мне нравится. Такой тушью я не пользуюсь. Кстати, взяла себе тоже тушь Giordani Gold. Хотя до этого никакая тушь серии Giordani мне не подходила. А именно с этой базой тушь с пушистой кисточкой мне очень даже идет. У нее, по-моему, 79 на конце. Мне прям нравится. Я испытываю восторг. Так, далее. Карандаш для бровей Giordani Gold. Тоже есть. Покажу. Он, смотрите, как сделан круто. С одной стороны вот эта щеточка, волоски причесывать. С другой стороны карандаш. То есть мы берем и аккуратненько рисуем бровки. Вот карандаш мне тоже, кстати, очень-очень нравится. Его можно использовать также в комплексе или в комплекте с нашей палеткой для бровей. Тени-палеточка для бровей. То есть она друг друга дополняет. То есть чтобы прорисовать классные бровки. Потом мы их так вот аккуратненько расчесываем. Ну, естественно, это когда с волосками, все это работает по-другому. Смотрите, как здорово. О, у меня, кстати, здесь стрелка, здесь бровь. Все как положено. Хороший карандаш. И надолго хватает. Он очень большой по объему. Такой длинненький. И поэтому надолго хватит. Далее. Румяна в шариках. Тут праздничный выпуск. И всего целых 50% скидка. Я вам покажу румяна, который есть у меня. Другой чуть-чуть оттенок. То есть чтобы вы имели представление, какая баночка. Вот этим румяном, наверное, года два. Может, чуть поменьше. Ну, примерно. Видите, облупился, к сожалению, вот этот вот серебряный, золотистый ободок. К сожалению. Потому что я люблю, когда все долго служит. И все очень-очень красиво. Внутри румяна 25 грамм. У меня, естественно, сияние. Тут разноцветные шарики. И они просто, когда мы кисточкой набираемся, перемешиваются. И румяна служит очень много лет. Их хватит. Просто, я не знаю. Ну, на 5 лет точно их хватает. Я даже не использую этот срок. Я, когда они станут мелкие, я их выкидываю. Покупаю себе новую баночку, когда они идут по акциям. Это очень выгодно. Например, за 629 рублей. Если у вас есть дисконт, скидка 20%. Тут, ну, 500 рублей румяна, которых хватит на много лет. Это, я считаю, просто копейки. Далее. Очень рекомендую CC крем от Giordani. Он многофункциональный. И он реально крутой, этот крем. Я себе тоже его брала несколько раз. И смотрите, 35 SPF фактор. Очень высокий, классный. Если вам нужно активно защитить свою кожу, то это самый лучший вариант. Покажу коробочку пудры, потому что они одинаковые. Но у меня пудра здесь другая. У меня из прошлой коллекции, вот этот самый светлый оттенок. По поводу коробочки. Мне не нравится, как сделана закрывашка. То есть, если руки намазать кремом и потом пытаться открыть, то вот пальцы просто соскальзывают и зацепиться никак невозможно. В общем-то, мне, в принципе, все коробочки в Reflame не нравятся, как они закрываются. Они неудобны абсолютно. Ну, я, конечно, приспособилась, потому что для меня главная начинка. Ну, согласитесь, приятно, когда берешь, например, как раз на кнопочку нажал, а пудра открылась. Да, чтобы это было прикольно. А вот иногда я даже ее открыть не могу. Просто я зачастую мажу руки кремом жирненько. В это время делаю макияж и не могу попасть в нужные мне коробочки. И еще покажу сияющую пудру в шариках, чтобы вы понимали, что это такое, что это за зверь такой. Разные-разные оттенки шариков. Такие аппетитные, честно говоря. Если бы я не знала, что это шарики, что это сияющая пудра, я бы подумала, что это конфетки и захотела бы их съесть с чаем, например. Например, десерт такой необычный. Во-первых, очень красивый. Во-вторых, необыкновенный аромат. Тонкий такой сладенький аромат. И что дает эта пудра? То есть мы кисточкой набираем и проходимся по лицу. И она дает такое сияние. То есть легкий омолаживающий, освежающий эффект. Можно отделить шарики, как бы вы хотели сделать разделительную такую вставочку. Из картона или из кусочка в коробочке, например. Разделить по цветам и брать конкретно тот цвет, который вам нужен. Например, вы хотите скорректировать какие-то недостатки. Вам нужен зеленый оттенок. Вы кисточкой аккуратненько будете набирать только этот цвет, который вам нужен. То есть это для тех, кто прям занимается утонченно коррекцией лица. И хочет, чтобы лицо было просто необыкновенным. Но я так не загоняюсь. Мне проще взять кисточкой из баночки, все лицо, ключицы, все пробежаться. И личико становится такое классное. А летом, когда я ношу открытые сарафанчики, я еще и плечики тоже покрываю таким блеском. Так, что здесь? Покажу помаду. На этих страничках скидок нет, поэтому я на них не останавливаюсь. Покажу помаду. Из серии тоже Giordani Gold. Она имеет глянцевую текстуру, матовый финиш. И у меня самый-самый темный оттенок. Честно говоря, эта помада не моя. Отдала дочка. Она перестала пользоваться такими темными цветами. Хотя ей очень хорошо. Не знаю, почему перестала. Вот наносим. Как вы видите, наношу прям гладенькое нанесение. И легкая. Удобная кисточка. Отзывы хорошие про эту помаду. Плохих не видела. Честно, вы можете также посмотреть в интернете, поискать на ютубе. Отзывы о помаде замечательные. Когда она подсохнет, я так понимаю, она станет матовая. Матовый финиш мы подождем. Вы просто будете видеть мою руку и увидите, как будет меняться помада в процессе. Когда будет проходить время. Далее. Тушь. Сразу обращаю внимание, что у нас есть подкручивающая термосмываемая тушь. Это очень удобно во время пляжного сезона. Или если вы ходите в бассейн. Эта тушь не смывается водой. Она смывается только очень теплой водой. И не нужно специального средства, для того, чтобы ее удалить. Она снимается, как одежда, с ресничек. То есть мы их мочим, и она просто сваливается с них. Это обалденный эффект. Я просто обожаю эту тушь. Так, далее. Такой туши у меня нет, чтобы вам показать кисточку. Покажи многофункциональную. Только она у меня в красной упаковке. Но кисточка та же самая. Это тушь пять в одном. Наша привычная. Вот специально оставляю сейчас старенький тушь, чтобы показывать кисточку. Видите, она уже у меня закончилась. Просто, чтобы вы увидели, какая кисточка. Это для меня тушь номер один. Вот по всем показателям. Как она наращивает реснички. Делает их длинными. Расчесывает. Подкручивает. Реснички становятся объемные, пушистые. Ну вот, ну вот вообще прелесть прям. Просто тушь чудо. Попробуйте обязательно себе такую тушь хотя бы раз, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Ну, надеюсь, вы пробовали. И есть тушь с эффектом накладных ресниц. Тоже, кстати, что мне нравится. Есть оттенок такой глубокий синий. Но вот смотрите, он, как вам показать. То есть он прям вот в черноту. И только на свету будет видно, на солнышке, что присутствует синий вот этот пигмент. То есть она будет не слишком яркие ресницы, но в то же время очень оригинально. Но кисточка тоже бомбическая. То есть если сравнивать кисточки, то, наверное, вот эта у меня будет на втором месте после 5 в 1. Я периодически беру то эту, то эту тушь. Так, далее. Ну, чем не пользовалась, не говорю. А вот жемчужную бежевую тенью трансформер пользовалась. Мне понравились. Тени хорошие, но неудобные. Потому что их как-то носить пальцем, залезешь весь ноготь грязный. То есть нужно отдельно кисточку, где-то ее хранить. Потому что это приходит просто баночка с тенями. Но если вы понимаете, что вам именно такие нужны тени, или как база, или именно эти цвета вам нравятся, Ну, что-то придумываете. Просто кисточку, может быть, там в коробочке какой-то отдельной носите и так далее. Далее. Средства для снятия водостойкой косметики. Вот, как раз недавно открыла. Мое любимое средство. По сравнению, например, с мицеллярной водой. Или средства тоже у нас есть в такой же упаковке, только розовенькая. Тоже серия Зиван. Если сравнивать, то, конечно, номер один во все времена для меня будет именно это. Хотя оно заявлено как средство для снятия водостойкой косметики. Но какая разница, какая косметика. Мы так взбутыхали его, набрали на ватный диск, прижали к глазу, подержали и все сняли. Все элементарно. Это лучшее средство. Но кто-то его не любит, потому что оно жирненькое. То есть, вы видите, даже вот эти вот капельки остаются. А мне нравится. То, что у меня кожа после использования этого средства сразу увлажненная и напитанная маслами. Поэтому у меня к нему просто одни плюсы. Ни одного нарекания обожаю. И единственное, о чем я мечтаю, чтобы оно всегда было в каталогах. И желательно с хорошей такой скидкой. Так, что еще? Дальше. Ну, чего нет, то мне это не буду показывать. Средства для губ. Это блески. Вот у меня есть как раз мерцающий веш. Вот такой вот блеск. Красавчик. Особенно летом. Особенно на солнышке. Посмотрите, как он весь сияет. Переливается. Очень крутое средство для губ. И пахнет вкусно. И увлажняет губки. Ну, то есть, правда, такой летний-летний вариант. Далее. Есть у меня вот такая помада. Розовая. Но она мне вообще никак не подходит. Я ее дочке покупала. Она тоже с ней немножечко погоняла. И отдала. Сказала, мам, все, больше не хочу. Но под рыжие волосы. Она просто, ну, никак теперь не идет. Еще под темный летом я ее красила несколько раз. Но что я отмечаю? Во-первых, удобство упаковки. То есть, как она устроена. Просто мы выкручиваем столько, сколько нужно. Это мне очень нравится. Второе. Посмотрите, как она гладенько ложится. То есть, она очень мягенькая. Очень хорошо лежит. У нее такой хороший блеск приятный. То есть, она прям вот вся сияет-сияет. Поэтому я... Ничем не пахнет. Я прям ее рекомендую. Хорошенькая. Так, бальзамчиков нет, не показываю. Есть три помады из серии The One. Да, три оттенка. Такие все экстравагантные, кстати. Ну, давайте начнем. Слушайте, а это новые же оттенки. Тогда я не показываю. Я вам просто покажу, как он устроен. Потому что из новых я пока не брала никакой цвет. Хотя вот на кофе с собой засматриваюсь. Но помните, я себе пообещала, что хотя бы наполовину страчу помады и закажу себе новую. Но, опять же, не удержалась. Еще одну брала. Поэтому сейчас буду держаться, как могу. Покажу, вот как они устроены. Во-первых, красивая упаковка. А я люблю все красивое. Ну, прям вот ничего так пойдет. Не скажу, что прям бомба-бомба. Но симпатичная. Само помада по качеству очень крутая. Просто приятно ее нанести на губы. И забывая, что на губах помада. Потому что она не стягивает. Не утяжеляет губы. Просто легенькая, как лепесточек розы лежит на губах. При этом губки увлажненные такие. Ух! Прелесть. Хотя вот хочу сказать, что вот эта помада, я ее когда красила на губы, она не стирается с губ, очень тяжело стирается. То есть прям... А эта хорошо стер и пошел дальше. Так, что еще? Ногти. Ногти это моя любимая тема. Если вы заметили, я крайне редко делаю покрытие гель-лаком. Иногда летом валуюсь, чтобы сэкономить время. А вообще, очень люблю разные оттенки лаков. Люблю их часто менять. И кто-то пишет, лаки нестойкие и так далее. А, мне не нужна стойкость, потому что через 3-4 дня он мне все равно надоедает. И я хочу новый цвет. Может быть, во мне говорит творческий человек. Итак, показываю, что у меня есть. С окончанием на 30. Это у нас средство против расслаивания и ломкости. Я люблю это средство. Его можно даже носить просто самостоятельный лак. Он дает просто красивый такой оттенок молочный, полупрозрачный. Очень классный. При этом ухаживает за ногтями. Далее масло двухфазное для ногтей и путиковы. Обожаю этот продукт. Я его перед началом сначала взбалтываю, потому что мы видим, что там как расслоение на две части идет. Потом быстренько промажу все ноготочки и сижу втираю. В это время я смотрю какое-нибудь обучающее видео. Просто потому что руки заняты. Масло мне очень нравится. Обалденно. Действительно, прям хорошо смягчает кутикулу. Не так она нарастать стала. Ногти более ухоженные, надолго сохраняют такой внешний вид приятный. Так, и с номером 81 на конце. Это закрепляющее покрытие с эффектом гель-лака. Кстати, тоже очень крутая штука. Продлевает стойкость лака где-то на 2-3 дня. И лак выглядит, знаете, таким более объемный, какой-то выпуклый. Как будто вот прям реально сходила в салон и сделала покрытие гель-лаком. Вот. Это то, что касается ногтей. Забыла лаки взять. У меня очень много оттенков из нашей коллекции. Лаки крутые. Тут написано 14 дней стойкости, но я этого не заметила. 14 дней у меня лак не держится, но я его особо не берегу. То есть, я не всегда мою посуду в перчатках. То есть, я вот как есть, так и есть. Мне проще его перекрасить быстренько. Вот. Лаки очень красивые. Потрясающие цвета. Быстро сохнет. Красиво лежит. Это вот у меня, кстати, сейчас на ногтях. Но новый лак. Из новой коллекции. 10 в одном. Такие маленькие флакончики по 5 мл. Ну, мне очень нравятся цвета. Потому что, как бы, все здесь перепробовала. Мне очень понравились цвета. И вот сейчас пробую разные варианты, как их комбинировать. Далее. Серия Colorbox. У меня из этой серии ничего даже нет вам показать. Но очень хвалят бальзамы. Прям хвалят. Не могут нахвалиться. Очень любят вот эти помады. Наш Colorbox уже на протяжении нескольких лет. Они занимают лидирующие позиции. Да. Все их так любят. Ведь там мало оттенков. Малая палитра. Так. Далее. Бижутерия. Ну, тоже есть кое-что, что показать. И сразу просто комбинированные серьги-кольца. На которые, кстати, я вообще не запала. Мне они на фотографии показались такими массивными и грубыми. А в деле они мне так понравились, когда я их мерила на презентации. Они невесомые. То есть, вот они лежат. Что есть они на руке, что нет. Я их не ощущаю. Также в ушках они смотрятся, кстати, очень прикольно. Вот сочетание металла, вот этой отстрочки и материал под кожу. Мне все в них понравилось. Поэтому я их сразу заказала. Еще и потому, что они подходят под очень многие вещи. Просто удобная вещь. Так, далее. У меня есть очки. Очки приходят в мешочки. Ну, как обычно. В мешочке лежит специальная салфеточка, чтобы протирать очки. Потому что, естественно, мы, когда в процессе эксплуатации, они у нас пачкаются. Мы вот так их протираем салфеточкой аккуратненько. И мне очки тоже прям на 5 с плюсом. Мне понравилась форма. Мне очень трудно подобрать очки. А эти прям подошли. Мне понравился вот этот цвет сверху. Он так подходит под мои новые волосы. Новый оттенок волос. То есть они удобно сидят. Не давят за ушками. Не давят переносицу. Опять же, это все очень индивидуально. У каждого из нас свое расстояние. Да, вот получается. Ширина переноси и так далее. Но вот хочу сказать, что для меня так трудно подобрать очки. А эти сели как влитые. Поэтому тоже, конечно, рада. Рада этой покупочке. Но это еще не все. У меня есть еще такой ремень. Я сумку не стала заказывать. Взяла только один ремень. Потому что сумок у меня огромное количество. И большие сейчас не ношу. А ремень я как раз подошел по талии. То есть вы можете посмотреть, что он 68 сантиметров. Если у вас талия позволяет, смотрите, как это удобно. То есть мы так соединяем карабинчики. И вот готовый ремешок. При том, что посмотрите, какой он яркий, неординарный. Подойдет под огромное количество вещей. И даже черное платье, оно делает невероятно привлекательным. То есть это как такой яркий акцент, изюминка. И также можно носить как ремень на любую сумку, у которой съемный ремешок. Вы можете также прицепить и носить на плече. Тоже будет новая сумочка, да, одекорированная. Так, и это еще не все. Я еще заказала себе повязку-ободок. Ни разу еще не одевала. Но все-таки это вариант такой более летний. Смотрите, какое чудо. О, боже мой. С этой стороны получаются такие листики рифленые. С этой вот так вот они сделаны. Даже можно и так, и так носить, как вам понравится. Прикольные ленточки. Очень хорошо, что они обработаны, не разъезжаются. Нет таких вот махрушек. Можно носить и на голову, и на шею. Ой, ну как это все красивенько выглядит. В деле, конечно, просто огонь. Далее у меня... Еще есть вот такая коллекция, забыла взять. И нет на складе уже кристаллы вот эти необработанные. Розовый кварц. К сожалению, на складе закончился. Ну и не буду про него говорить. Далее. Тема Wellness. Это тема просто отдельного видео. Если я буду про него говорить, то буду говорить до утра. Потому что Wellness люблю, Wellness пью регулярно. И вам тоже рекомендую для здоровья, для красоты. Далее у нас идет уход за лицом. И серия Optimals. И сразу обращаю ваше внимание, что здесь маленькие флакончики. Всегда смотрите на объем. То есть средство для умывания всего 50 мл. Тонизирующая маска. Ну это понятно, 10 мл. И крем, гель-крем для лица всего 30 мл. То есть если вы будете думать, что вам придут такие флаконы. Нет, нет, смотрите на массу всегда, на объем. Здесь у нас обновленная серия Optimals. Мне понравились флакончики. Хорошо сделана. Так прям серия преобразилась. Мне это очень нравится. Рекомендую, девчонки, затаривайтесь. Вот мне кажется, это будет настолько популярный продукт, что его разберут в первую неделю каталога. И не говорите потом, что я вас не предупреждала. Зачем нужны эти салфетки? Ну вот представьте, у кого жирная кожа, то вам нужна одну салфеточку. Вот так просто промокнуть все лицо. И оно становится матовым. Как будто бы вы только что сделали свеженький макияж. Вот это прелесть. И представьте, их там 50 штук вам хватит, не знаю на сколько. То есть в течение дня 1-2 раза вам надо промакивать лицо. Кто-то припудривает. Но я вам рекомендую лучше промокнуть, чтобы это маленькая. Салфеточка, она прямо такая малюсенькая. Но она впитывает в себя весь жир. Это чудо какое-то. Я когда первый раз увидела эффект, честно, просто челюсть отвалилась и все. Покажу мицеллярная вода. Кстати, что с ценой? Она просто рухнула. 159 рублей. Обалдеть. Вот эту водичку у меня очень любит дочка. Я, честно, нет. Я вот люблю макияж снять вот этим средством. Умыться специально. Сейчас мы до него дойдем. А вот дочка у меня очень любит. По-моему, третий флакон уже у нас заканчивается. Видите, уже половинка. Классно снимает макияж. Но не так хорошо, как то средство. Просто обязательно смывайте водичкой. После того, как вы протерли лицо, сняли макияж, обязательно ополоснуть надо лицо водичкой. Вот такая мицеллярочка. Я думаю, это будет бомба в этом каталоге. Что дальше? У нас идет дальше. Так. Я один продукт забыла взять. Ну, хорошо. Ладно, просто расскажу. Обновляющий пилинг для лица. Про маски не говорю, потому что у меня их нет. Один раз пробовала. Маска понравилась. Конечно, стоит брать. Естественно, она дает мощный эффект, если вам нужно быстро преобразиться. Но я сейчас поговорю с вами о пилинге. Я его просто тоже полюбила. Это обновляющий пилинг для лица. То есть, что он делает? Он делает регенерацию на клеточном уровне. Цвет лица реально улучшается. Смотрите, тут цифры есть. Отшивушивание идет очень мягкое. То есть, если скраб у нас может травмировать в каких-то моментах кожу, кому-то просто скраб противопоказан, то этот кремовый мягенький пилинг, я, кстати, им сегодня как раз пользовалась. Он у меня прям был под рукой. Сейчас аккуратненько. Он прям беленький-беленький. Мы наносим его как маску на все лицо. Естественно, отступаем подальше от области кожи вокруг глаз и губ. Держим не более чем 20 минут. И смываем теплой водичкой. Потом промокнули полотенцем. Наносим сыворотку, крем. Все как положено. И он просто клевый. Вот я рекомендую, тем более с такой скидкой, девчонки. Вот просто в салон один раз сходите. Я не помню, сколько сейчас стоит эта процедура. Периодически звоню в салон на красоты или захожу, узнаю. Ну, примерно полторы-две тысячи. Просто, чтобы вам сделали такой пилинг. Делайте его дома. Вам этого флакона хватит очень надолго, потому что 100 миллилитров. Я вот его сразу заказала. И до сих пор он у меня такой вот активно используется. Так, далее интенсивный крем для рук. Тоже у меня есть, я забыла его взять. Я им пользуюсь. Мне нравится. Пока не вижу, что прям вот... Ну, у меня нет таких морщин, что прям вот мне надо было, не знаю, как с ними бороться. Но все равно сухость какая-то есть. И я вижу, что кожа меняется. Ну, все-таки 45 мне уже будет через полтора месяца. Вот. Конечно, изменения есть. Но они не такие стрессовые, что прям вот у меня был шок. Но я, конечно, крем взяла. Потому что у меня на Вэйдж это практически панацея от старения. Я вам сейчас расскажу про одну серию. Про новую серию Экологен. Кстати, обращаю внимание, какие большие скидки на отдельные продукты. Любимые продукты. Вот. У нас обновилась серия Экологен. Полностью, да, она изменилась. Изменился состав. И если ранее мы говорили про антивозрастный выход, то что эффект достигается в течение трех месяцев, то что нужно было три месяца пользоваться комплексом ежедневно, чтобы увидеть полноценный эффект. То сейчас эффект у нас с одного применения морщины визуально уменьшается на 49%. Девочки, особенно те, кто работает мастер-классами, любят демонстрировать продукцию, даете пользоваться, попробовать своим клиентам, близким, родственникам. Возьмите себе этот комплекс и просто проведите серию мастер-классов. Я такие отзывы нашла про эту серию. Ну, просто бомба. Делайте фото до и фото после, где-то через полчаса, когда вы полностью сделали комплекс. То есть пусть он проработает, лицо, да, напитается сывороткой, кремами. И сделайте фото. И покажите человеку до и после. И все. Вы можете сказать, что у вас заказ уже сделали. Далее. Серия Эко Бьюти. Наша знаменитая, очень натуральная. На 95%. И эта серия получила стандарт Эко Сёрт. Это очень тоже крутой стандарт качества. Ух ты, смягчашечки не заметила со скидкой. Очень рекомендую триммер. Потрясающий триммер. Наш очень крутой, долго служит, очень хорошо, деликатно удаляет ненужную волосистую поверхность. Как это сказать, я не знаю. Мыло. Было уже у нас такое мыло однажды. Честно, мне очень не понравился аромат. Фу, прям аромат никак мне не нравится. А качество мыла очень понравилось. То есть, я не знаю, какой-то цветочный такой, ну, слишком простой аромат. Я люблю наше мыло все. Они очень вкусные, классные по качеству. Но вот это мне тоже понравилось. Просто классное. Запах нет. Обращаю внимание на серию для волос. Я все время беру маску для волос мед и молоко. Мы ее очень любим. Для сухой кожи, для сухих волос мед и молоко просто идеальная серия. Если вы хотите отрастить длинные волосы, стать рапунцель, то вам серия, которая специально стимулирует рост волос. Чтобы волосы не выпадали. То есть, это вообще классно. И вот тут маленькая-маленькая такая вот фотография двух шампуней для волос. Это сухой шампунь. И это просто классная палочка-выручалочка. Иногда к ним, к их услугам прибегаем. Обязательно закажу себе и дочке, и точка. Удобная, классная вещь. Так, что у нас здесь? Дальше. Ну, тут всякое баловство. Цень, посмотрите, аксессуарчики. Гигантские гели, да, для душа со скидкой. А где? А, вот они. Цены 159 рублей за 400 миллилитров. Да, это выгодно, не спорю. Хорошо. Ура! Солнцезащитная серия. И что самое приятное? На протяжении последних, наверное, двух-трех лет у нас отсутствовал увлажняющий лосьон после загара. И мы все просто негодовали. Ну, как это так? Есть защита, но нет после. Наконец-то! Наши молитвы услышали. Правда, всего 100 миллилитров. Поэтому берите больше. Лето длинное. Надеюсь, будет теплое. И чтобы кожу защищать нужно. И после того, как позагорали, ее тоже нужно продлевать этот уход за кожей. А еще мой любимчик. Спрей автозагар. Я, да, им балуюсь. Постоянно, когда начинается лето. Я не тороплюсь загорать. Вообще, в принципе, не люблю загорать. Хотя, обожаю, когда кожа загорелая. Такие мулатки-шоколадки ходят. Ну, я знаю, насколько это вредно. Поэтому берегу себя от солнышка. И пользуюсь автозагаром. Ножки, ручки, шейку нанесла. Или, например, декольте. Или спина открытая у платья зимой. Что-то такое. Ну, просто заранее, предварительно. Да, за день сделайте. Классный пилинг. Нанесите этот спрей. У него, кстати, очень приятный такой бронзовый натуральный оттенок. И будьте красоткой бронзовой шоколадкой-мулаткой. Так, для ног. Да, девочки, ножки этого актуальны. Уже лето приближается. Пяточки, пальчики. Чтобы все было у нас идеально. Здесь у нас есть и всякие средства. И гель для снятия тяжести. И отшелушивающий крем. Кстати, я очень люблю наши пилинги для ног. Крем-сыворотка. От натоптышей. Прям специально. И крем для загрубевшей кожи. Чтобы она стала мягенькая и красивая. Кстати, здесь у нас еще есть наборчик аксессуаров. Все, что нужно. Пилочка для ног, носочки для увлажнения, подушечки гелевые всякие разделители. То есть, вот это очень полезные вещи в туфельке. Обращайте внимание. Может быть, вам как раз это нужно, а вы не знали, что у нас есть. О, все дезодоранты со скидкой. Замечательно. Так, что дальше? Очень рекомендую щетку. Очень. Если вы не брали никогда. Она на такой длинной ручке. Такая большая. Я не стала это щить из ванной. Она мокрая. Она длинная. У нее такая классная вот эта вот щетка. Можно гель на нее внести. Можно сначала на тело нанести, например, скраб. А потом еще сверху этой щеточкой. Ну, просто класс. И, конечно, все средства, которые укрепляют, подтягивают, антицеллюлитные. Я тоже пользуюсь, потому что, ну, важно, чтобы кожа хорошо выглядела, чтобы она была красивейшая. Так, здесь у нас целая коллекция жидкого мыла для рук. Покажу вам одно мое любимое. С ароматом лимончика и вербены. Обожаю это мыло. Мне нравится упаковка классная. Мне нравится само мыло. Какое оно просто обалденное. Кстати, у меня это не для рук мыло. Это для, ну, как гель для душа. Но есть точно такой же мыло. Не тот флакончик взяла. Сейчас только увидела. Вот. Рекомендую. Классный суперский продукт с натуральными маслами. Так, далее. Кремы для рук. И, кстати, что здорово, они идут в комплекте с мылами. То есть, по аромату они одинаковые. И очень красивый дизайн. Посмотрите, как это здорово. А, кстати, мыло Нежный букет идет в красивой картонной коробке. И это прекрасный, кстати, подарочек. Так, здесь у нас серия с кокосовой водой. Есть у меня скраб. Кстати, много спрашивают про скраб для лица. Я скажу честно. Очень грубый скраб. Я не знаю. Мне кажется, он для такой жирной-жирной кожи. Где бы показать его. Посмотрите, какие крупные шеушевые частички. Они прямо царапающие. Что я с ним сейчас делаю? Я им поливаю спину. То есть, я его в душе использую для спины. Вот. Вот так. Но мне нравится запах. А вот для лица он мне как-то совсем не подошел. Ну, я думаю, что у кого кожа жирная, тот его оценит. Потому что он прям, ух, какой мощный. Зато мне очень нравится крем для лица и тела. Но я его использую только для тела. Потому что я все-таки считаю, что для лица нужно с крем более брать такой очень крутой, классный. Так. Это серия для молодой проблемной кожи. Пурскин. Тоже классная. Алоэ серия. Как выглядит хотя бы? Покажу флакончик. То есть, 150 мл. Это тоник у дочки. Вот он заканчивается. И в этой серии есть крем, гель для умывания и скраб для лица. А здесь у нас целая серия из трех шагов с огуречным таким вкусом. Скраб, маска и гель для лица. То есть, тоже для разнообразия. Маленькие упаковочки. По-моему, 30 мл всего. 69 рублей. Слушайте, ну это чудо. Это же вообще копейки. На самом деле, это так недорого. Надо будет взять для разнообразия масочки попробовать. Так, здесь у нас все для волос. Кондиционеры и шампунь, они пойдут. Здесь у нас комплект. Мне, кстати, нравится. Вся эта серия. Очень люблю. И у меня есть вот яблоко и бамбук. Он два в одном. Но я все равно после него пользуюсь маской или бальзамом. Потому что мне не хватает вот этого, ну, чтобы волосы стали прям такие гладкие и легко расчесывались. Ну, с качества волос после мытья этими шампунями, оно просто великолепное. Прям 5 плюсов. Здесь для душа средства. И я обратила внимание, что у нас появляется массажная варежка. Обожаю варежки. Обязательно возьму себе такую рукавичку, чтобы хорошо пеленговать. Потому что у меня старенькие перчаточки две. Они уже, ну, их пора заменить. А это такие классные. Я беру всегда две штуки, чтобы сразу на две руки одеть. И себя хорошо массировать и скупать. Мои любимые мыла. Обожаю с клубникой и обожаю с кокосовой водой. Надо будет их поднабраться. Новинка. Увлажняющий лосьон с ароматом свежих цветов. По-моему, это магнолия. Да, это магнолия. Цветок магнолия. Такой красивый. У нас мочалка для душа из люфы. Это 100% натуральный материал. И крем для душа. То есть у нас три продукта новинки. И завершает тоже новинка. Крем для рук нежная роза. И мыло нежная роза. Прямо у нас эта розовая волна идет. Потому что до этого тоже были с ароматом розы. Ну, это более тонкий, такой элегантный аромат, мне кажется. И завершает наш обзор зубная паста. Как же без пасты? И всего по 99 рублей. Конечно, пополним запасы. Это у меня паста номер один. Защитная. Есть еще отбеливающая. Освежающая. Освежающая она в виде геля. То есть, если вы гелевые пасты любите, то вам ее нужно будет брать. Паста крутая. Мы пользуемся уже много-много лет этой пастой. Смотрите, она одобрена шведскими стоматологами. Качество зубов замечательное. Регулярно проходим осмотр стоматолога. Стоматолог говорит, все окей. Очень редко лечим зубки. Поэтому я рекомендую вам хорошую пасту и по хорошей цене. И щеточки. Смотрите сразу, что еще очень удобно. Подобрать щеточку по вашему запросу. Средняя жесткость, мягкую и также мягкую. Я вот люблю средней жесткости. На этом все. Наш обзор подходит к концу. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, была полезной. Какие-то вопросы, если остались, пишите в комментариях. Прямо под видео. Всегда вам отвечаю с удовольствием. И если видео понравилось, от вас лайк. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro Топ Видео.